Добрый день! Мы продолжаем подготовку к Единому государственному экзамену по обществу знаний. Сегодня мы рассмотрим задание номер 29 написание мини-сочинения. Раздел экономика. Для начала необходимо раскрыть смысл высказывания. Высказывание следующее. Торговля не разорила еще ни одного народа. Бенджамин Франкли. Давайте посмотрим на пример. Смысл высказывания Франклина заключается в том, что торговые отношения безусловно способствуют улучшению экономики страны. Они приводят к налаживанию международных связей, общественному прогрессу. Автор высказывает идею значимости торговли для полноценного развития общества. Не секрет, что в настоящее время для развитых стран основа экономической политики составляет внешнеэкономические взаимодействия с другими государствами. Участники процесса заинтересованы в заключении выгодных торговых договоров друг с другом поддержания существующих экономических связей. Я полностью разделяю точку зрения автора и считаю ее справедливой как для прошлых эпох, так и для современного мира, в котором уже существует представление о мировом рынке. Чтобы продолжить рассуждение, веду необходимые понятия. Смысл высказывания полностью раскрыт. В контексте высказывания необходимо раскрыть такой общественческий термин как торговля. Он означает отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров. То есть именно обмен товарами и процесс купли-продажи помогает экономикам государств выходить на новый уровень развития. Укрепление внешнеторговых связей способствует развитию международных отношений и не только в торговле, но и в других сферах общества. В этой теме важно выделить также понятие мирового рынка. В широком смысле это система товарно-денежных отношений между государствами, компаниями, организациями или предпринимателями разных стран. Основная причина появления мирового рынка – глобализация. Чему в свое время поспособствовали географические открытия, развитие транспортных технологий, налаживание и укрепление дипломатических связей. Именно развитые торговые отношения выводят государство на новый уровень роста, обогащая не только экономику, но и культуру. Кроме того, торговля является значительным источником налогового поступления в бюджет страны, что также способствует развитию и просветанию государств. Так, мы рассмотрели смысл данного высказывания, приведенные термины. Теперь давайте посмотрим, как можно аргументировать свою позицию. Нужно постараться избежать типичных ошибок. Примеры должны быть обязательно объемные и конкретные, правильные, применимые к этой теме. Первый пример. Проиллюстрирую свои выводы конкретными примерами. Первым хочу привести факт, о котором я узнал на школьном уроке истории. Международные связи в Древней Руси позволяли импортировать в страну многие необходимые товары. Торговля с северными народами приносила металл и оружие. С южными ткани, шелк, сукно, бархат, стекло, фаянс, с восточными скот, кожа, хлеб, изделия и золото. На данном этапе развития Русь не производила эти товары в достаточном количестве. А для развития страны и удовлетворения потребностей населения они были необходимы. Торговые связи с Византией, налаженные Олегом и последующими правителями, явились одной из причин многих культурных и религиозных заимствований. Византийские архитекторы создавали храмы на Руси. Переводы трудов византийских писателей послужили основой образования. Что положило начало развитию уникальной русской православной культуры. Многие историки сходятся во мнении, что с 9 века до монголо-татарского нашествия именно внешняя торговля была столпом развития экономики всей Руси. Второй аргумент. Второй пример хочу привести из географии. О нем нам рассказал учитель на одном из школьных уроков. Как известно, в современном мире одни страны производят что-то лучше, что-то хуже. А какие-то отрасли производства вообще не развиты ввиду отсутствия ресурсов или других факторов. В такой ситуации складывается мировой рынок. Страны продают продукцию в своих более развитых отраслях и при этом покупают продукты, непроизводимые или недостаточно представленные у себя в стране. Ярким примером подобного явления служит договор 4-5 октября 2018 года между президентом России Путиным и Индией МОДИ. Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» общей стоимостью 5 млрд долларов. Данный факт демонстрирует, как в результате торговой сделки Индия получила непроизводимый в стране и необходимый для обороны первоклассный продукт, а Россия пополнила бюджет на очень значительную сумму. В конце сочинения необходимо написать вывод. Таким образом, торговля всегда была и будет одним из двигателей общественного прогресса. Страны-покупатели получают продукт, необходимый для удовлетворения потребностей своих народов и дальнейшего прогресса. В свою очередь, страны-посовщики обеспечивают экономический рост, а также выходят на новый уровень развития. Сегодня мы рассмотрели мини-сочинение раздела «Экономика». Высказывание было следующее «Торговля не разорила еще ни одного народа». Сначала мы раскрыли смысл высказывания, потом к нему мы привязали термины не менее двух. Точного количества эксперты не указывает, можно и больше, если хочется, можно три термина, например, взять. Самое главное, чтобы они подтверждали тот смысл, который был. Потом к каждому термину необходимо привести пример. При этом пример, как мы уже и говорили до этого, должен быть разноплановый. Пример из истории, пример из моего личного опыта, либо пример из общественной жизни. Если я все эти правила буду соблюдать, мое сочинение будет оценено на максимальный балл 6 баллов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok